Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 231. События дня. Исайя 8.10. Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. 30 июля 2016 года. Далее ознакомьтесь, от кого вся эта беда шла, и помолитесь об этом человеке. Субтитры сделал DimaTorzok. Липовый шарлатан. Профессор шарлатан. Это совершенно неверующий человек, не христианин. Ни почем не видно. И вот налепили эти миссионерские отделы, и они теперь что-то вытворяют. Их нельзя создать в миссионерские отделы. Это труд Духа Святого полностью. Находящийся там должен слушать глаз Божий. А какие голоса может слышать человек, который в системе находится, как патрон в обойме. Ему сказали, а то его, и он хватает, кричит. Мало ли, этих дулевичей, дудинах, этих ДС расплодилось много. У миссионера должны быть тысячи талантов, как говорит Иоанн Златович, чтобы душу обратить. А правильно крестить ни одного таланта. А там они даже крестить правильно не могут. Ладошкой мокрой, пухленькой задел по голове. Все. Вот дальше высказан митрополита Антония. Сергей Козлюк. Слава Богу! Если Господь за вас, то кто против вас? Отбились, но кто-то явно не в настроении. Успокоиться ли? Только вот в чем вопрос. Не успокоиться. Это уже понятно. Отбились по общине. Да еще 10 дней они опротестовывать могут, живут. Я вчера подсчитал только Роспотребнадзор образованный. 110 тысяч сотрудников. 110 тысяч. Если только по одной тысяче дать, уже получается 100 миллионов. 100 миллионов. Они получают на тысячи. Сразу идет на миллиарды уже. Это за месяц, за 11. И 10 тысяч только получают. Ясно, что больше мундиры выдали определенного цвета. Вы посчитаете в Википедии об этом. Организация может и нужная, но не для того, чтобы уничтожать детские лагеря. Берсеневка. Отец Кирилл. Около Храма Христа Спасителя в Москве. Радуемся благоприятному исходу. Искренне переживали за вас. Желаем помощи Божией. Евгений Давыдкин. Можно только радоваться, что у нас в России есть люди, которые, несмотря ни на какие препятствия несут благую весть. Воспитывают подрастающее поколение. Учат правильно себя вести и жить в согласии друг с другом, с природой, с заповедями Божьими. Не мешайте этому благому делу. Помогите, чем можете. Слава Христу! Это вот за один день. Маленькую часть беру, потому что другого очень много еще здесь есть. Сами события рассказать. Вот. Открываем наш мир. Вот он как выглядит, наш мир. На эту страницу можете мне писать. Я не бываю нигде больше. На своих ресурсах только. Покажу сейчас их наш форум, сайт, видеоканал. Очень много отнимает времени. Петиции Медведеву. Вот Давыдкин я отсюда взял. Вот кто был. Каждый день показан. Даже посмотреть можно. Кто заходил в вчерашний день. Некоторые незнакомые. Это Никита. Ясов сейчас здесь. Вот оно как. Показать вчера. Показать тем, которые... Нападают они. Вот оно. Нападайте. Вам это нужно. С кем переписываемся. О. Другого нет показать. Колышкина. Говоря оно. Кому это надо? Это не в друзьях. Просто зашли. Зашли. Что зашли? Может считаю. Так попали. Некоторых знаю. Некоторых не знаю. Дальше. Появилась статья. Мне вчера Никита скинул. Алтопресс. На Алтае закрыли православный лагерь. Которому разрешали работать даже при коммунистах. 45 лет. Это вот где я нахожусь. Большую часть времени. Когда не работаю. В Алтайском крае впервые за 40 с лишним лет существования приостановлена деятельность православного трудового детского лагеря Стана, который расположен в селе Потеряевка Мамонтовского района. Алтайский край. Игнатий Лапкин в Потеряевке. Фоток истинное. Оттуда взятым. Дело об административном правонарушении в отношении религиозной организации православных христиан Крестово-Движенской общины было рассмотрено в Дорожном суде Барнаула 27 июля. Идейным вдохновителем и создателем места отдыха детей в Потеряевке еще в 1972 году стал известный христианский проповедник и подвижник Игнатий Лапкин. Он руководит лагерем и в настоящее время. По словам Лапкина, неделю назад в лагерь приехали сотрудники Роспотребнадзора, которые выявили ряд нарушений. В частности, были предъявлены претензии к использованию для питья колодезной воды и несоответствия с санитарным требованиям кухонного инвентаря. То есть неистовое дерево, а разделочная доска. Но об этом ли речь и вести? Игнатий Лапкин, христианский проповедник, начальник лагеря Стана. В чем я виноват? В том, что за 40 с лишним лет, за свой счет, поднял и сделал нормальными людьми тысячи детей? В том, что к нам в лагерь приезжают специалисты из Москвы и Лондона и говорят, что здесь есть 18 положительных параметров, которых они не видели ни в одном лагере мира? В том, что дети трудятся, приучаются к чтению, постоянной молитве, учатся плавать и едят здоровые деревенские продукты. Даже коммунисты не находили у нас нарушений. А здесь пришли полицейские, сотрудники прокуратуры, показали бумажку заранее со вставленным списком моих преступлений. И запретили работать дальше. Детей мы тоже пока расселили по домам местных жителей, членам нашей общины. Ни один родитель не высказался против, хотя им звонили из прокуратуры и стращали. А вы знаете, что ваши дети молятся Богу? Наша сила, любовь и молитва. Теперь Лапкину и общине, в зависимости от решения суда, грозит предупреждение или наложение административного штрафа от 1 до 20 тысяч рублей и административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. По признанию Лапкина, за 44 года существования детского лагеря здесь не было ни одного ЧП, ни одного отравления, ни одного заболевания, ни одной травмы. Правила в лагере очень строгие. Не врать, не курить, не воровать, не сквернословить, соблюдать распорядок дня. В защиту проповедника уже высказался глава Союза Христианской Возрождения, член Союза Писателей России Владимир Осипов и ряд других общественных деятелей. Смотрите, также на Алтае для детей открывается православный трудовой лагерь. Братья Лапкина восстановили исчезнувшую деревню Потеряевка. Ну и так дальше. И вот отзывы. Зато татарскими горпаркам весь мозг вынесли. Креста нет на этих сотрудниках Роспотребнадзора. По неволе закрадывается мысль о возрождении черной сотни для борьбы с христопродавцами. Дебешета, кто? Конь в пальто. Как ни странно, в данном случае я на стороне Роспотребнадзора и Российского суда. Конь в пальто подписался. Он на их стороне, я конь. Вот будут ездить на тебя. Ты это скоро и на стороне Путина станешь, гость отвечает. Я в этом лагере была, это вообще не странно. А.В. Дальше Конь пишет. Хотя им звонили из прокуратуры и стращали. А вы знаете, кто ваш молится Богу? Дядька не путает. Сейчас не молится уже противозаконно, а наоборот. Ну почти так. За фразу Бога нет уже судили людей. На кем я-то. У нас главная щенуша. Перещать им нельзя. Скоро будут указывать, как дышать. Как бы мы в детстве, как же мы в детстве походы ходили, в трудовых лагерях работали, варили на костре, спали в палатках, воду в реках брали, учили жить в лесу. Послушаю их и думаю, в какой стране я живу. Еще говорят, в советское время плохо жили. Отвечает другой. Нормально жили в советское время? Да и сейчас жизнь налаживается. Он говорит, у кого? У большинства людей, кто умеет и хочет работать, живет неплохо. Тут одна пишет. А.В. Кто? Он или она? Ну, ну, ни одной трамбы. Ага. У меня на глазах девочка себе половину стопы тяпкой оттяпала. Ее потом в другую деревню везли, потому что в этой докторов не было. Принципиально я лично себе спину сломала. И вообще про все ужасы этого лагеря строгого режима давно пора какую-нибудь страшилку накатать. Странно, что только сейчас закрыли. Ну, поясняю. Дальше нету уже ссылок какие-то депутата. Ну, вот. В первую очередь, ни имя, ни фамилия, ни фотографии. Кто сказал, кому оттяпали, где? Вот у нас за 45 лет этого не было. Повезли в другую деревню. Значит, оттяпали, а повезли бы в другую деревню. Кто оттяпал? Ни имя, ни фамилии, ничего нет. Вот что? Это бред. Бред. Проснулась, не знает о чем, а сатана душит. И что? Сейчас закрыли. К слову сказать, лагерь-то не закрывали. Постановления не было никакого. Я его не видел даже. Не знаем. Они тут покрутились и уехали. Но мы поняли, что это уже мертвая хватка. Тут полицейские дежурили сутками. Не закрывали. Не закрывали. Повторяю. Как закрыть его? Но мы его закрыли 18 июля. В 22.00, когда полиция нагрянула, уже спать легли. Дети бежали из лагеря. И лагерь был закрыт. Закрыт. 2.00 июля принимал окончательное решение о ликвидации лагеря. О консервации его до лучших времен. Я буду уже не начальник. Все будет по-другому. У нас с детьми так и работать будем. 45 лет прошло. Вот это выступление, так я считаю. Говорят, вы считаете хорошее только. Ну, хорошее разве это? Тяпка, оттяпали. Ребенку там плохо. Кто? А, В. Ну, А, Б, В, да я может читать. Много наберется где. Не было этого. Это она с алгораном или он на свою душу. В судный день это все поднимется. Кто кому оттяпал. Ничего нету. А знаешь, да, конечно, не знаю. У тебя полпятки оттяпать. Почему полпятки? Или это так уже для... Что там? Вот. Лагерь строгого режима. Давно. И вот примем мы, если это... Я свой здесь, как говорится, доклад сделаю. Второй у нас день лагеря был день пророка памяти и пророка Ильи. В 98-м году было 15 комиссий. Краевых. Ему стояли. Потом я подал в суд и все процессы выиграл. Кто писал главные статьи, был убит на один, где Александр Самульцев. В Амкана Алтая работал. Лучший журналист. Который инициировал это все. Дружинин Геннадий Петрович. Инсульт на сороковой день. Как пакости сделали. Ну и так по порядку. С работы повыгоняли. Три судебных процесса и все выиграл полностью. Опубликовали опровержение. Заплатили и проще, проще. Алтопрест. Дальше наш форум. Наш форум. И вот пишет Михаил Тронин. Доброго здоровья. Ваша община строго бредет апостольские правила и благочестия. Это администратор. Супер главная группа администратора. Переносит из видимо из контактов. Я нигде не бываю. Прошу прямо приходите на наш форум. Мужчины и женщины надеты по старобряческе. Скорно русским традициям. Многие приверженцы для меня русского благочестия. И в хозяйстве и молитве. Сами вы креститесь по старому. А служба у храма идет по новому. Почему ваша община не переходит на древний православный обряд? Почему не становитесь единоверцами? Мы приотносимся к русской православной и зарубежной церкви. Этих мы единоверцев и веры православной, которые имеют священство, признаем настоящей церковью. Зачем нам переходить? Мы не переходим. Мы стоим на одном месте в вере. Однажды избранное православие. Не по старобряческе. Вот они старобряцы. Голова наполовину открытая. Весь щубы торчат. И даже у замужья ребенка держат. У нас этого нет. Не волосинки, чтобы не было видно. Одеты все по старобряческе. Вот. Светлана Огонек. То ли фамилия Огонек. Доброго времени суток. Как вы относитесь к Свято-Филаретовскому православно-христианскому институту, в частности к его ректору, отцу Георгию Кочеткову, к его трудам? Я отвечал. Их раньше знал. Сейчас ничего не считаю. Не знаю. Отношусь. Отношения у нас всегда были хорошие. Семен Петров. Здравствуйте. Извините, что без приглашения я. Игнатий Лапкин более чем подробно поведал об отношении к мощам. Но ни слова не сказал о том, что под каждым строящимся храме должны быть мощи того или иного святого. Как это дальше? Мощи должны быть еще не сказал. Он уже сотни раз говорил об этом. Что мощи, но не частицы мощей. И мощи мученика, а не любого святого, как сейчас делают. Искажаете и вы. Да тем более это касается епископа, его дела. Не то, что я пришел, какие-то мощи закапывал. Как это укладывается с написанного в Библии? Никак. Совершенно. Так как ни одного упоминания в Писании о таком действии нет. Вопрос. Нет, конечно. Еще вопрос. Интересное мнение. Игнатий Лапкин о благодатном огне. О благодатном огне. Не верю я в это. Считаю все это подделкой и обман. И детском крещении. Об этом хорошо сказал Иосифов. Считайте, что у него сказано. Дмитрий Смирнов. Я тоже многократно об этом говорил. Крестить только у истинно верующих. А это означает крещение детей прекратить. Истинно верующих трудно найти. Любовь Бородай. Город Химки. Добрый день, Игнатий Тихонович. Слушаю ваши лекции. Очень познавательно и поучительно. Очень хотел бы приобрести ваши книги. Мне 44 года. Мать двоих детей. Сына зовут Максим. Ему 24 года. Дочь Маргарита. 5 лет. Ребенок инвалид. Меня зовут Любовь. Нахожусь дома по уходу за ребенком инвалидом. Муж Игорь Некрещеный. Работает автомехаником. Содержит семью. Напишите, сколько стоят ваши книги. И как можно их приобрести. Особенно Библия, Евангелие, Столкование. В трех томах. Каноны 91 года. Всем фония. Спасибо. Что за каноны 91 года? Такой книги у меня нет. Каноны 91 года. Остальное есть 24 с половиной тысячи. Это лучше возобновить. И вопрос после 10 октября, когда я буду в городе. Сейчас меня там нет. И отсюда очень трудно все это делать. Вот как выглядит наш православный форум. Пожалуйста. Ну и, конечно, видеоканал. Пока говорил, кто-то пришел. Посмотрим, что здесь есть. Да не, сходу. Кот Базилио. Ну что можно отвечать? Кот. Что он может сказать? Кот-то, кот. Мы знаем, что это сатана. Тут заранее уже можно знать-то. Значит, сатана. Что он здесь? Полиция, бегство детей. Видишь как? Что он тут сказать? Кот Базилио. Дьявол зашел. Ну и что он может сказать? Вот посмотрим, сколько. Кот Базилио. Если лагерь официальный, чего же его тиранить? А фиг ли вы шифруетесь? Кому-то он говорит. Непонятно, чего скрываться. Так, какова цель приезда в ночь? Гонение. Адреса нужны были? Так, такими темпами скорое телевидение приезда с ментами. Неофициальные условия-то нету документов, но такое не выдают. Тем более полиция знает тут. Правосудие восторжествовало в разуме между запустениями. Не забудьте отряхнуть ноги ваши, и во местности сие святое есть. А кому с чего? Заняться нечем. Вот их бесы и гоняют. А этот Базилио-то где? Проверить вас здесь вот, наверное, где-то. Ага. Секта, кака-то, кака-то. А бородач у них главарь. Ну и что? Секта уже заранее знает. Сатана. Понятно. Больше он не зайдет сюда, по-натим именем. Нет больше. Вот что у нас здесь есть. Открытый видеоканал. Каждый день выставляю 8-10 роликов. Но здесь самое главное у нас это православный видеоканал во свете Библии. Вот. И 55 папок вот здесь. 55 папок. Вопросы и ответы. Теперь покажу еще что. Суд в Орде. Я уже показывал его. Роспотребнадзор. Коротко прогнать. Можете задерживать. Тормозну. А вы в это время просчитайте отдельно. Могут появляющую угрозу жизни и здоровья детей. Могут. Все может. Сидим на стуле. Упал. Лег спать. Не встал. Смерть предстоит. Могут. Из-за того, что они могут. Это везде. Значит нужно закрывать. Отрывать. Деньги брать. Потому что им миллиарды на них тратятся. Миллиарды каждый месяц в получку идет. Роспотребнадзору. Рогожкин какой-то был здесь от президента. Говорят он институт. Его убрал Путин. Как говорят. То, которое нападали ни один не останется в стороне. У Бога все высчитано. Редактор субтитров. Он институт. Убиленного импийцера. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...